Ребят, чтобы доехать до пляжа Дубай-Марина, вам необходимо выйти на станции ДМСС. Такое чувство, да, что год 2030? Водичка, море, привет, море! Никакой социальной дистанции. Итого наш счет, там еще плюс налоги 5 дирхам, плюс еще что-то там 7 дирхам. И, в общем, итого наш счет вышел 89 дирхам. Друзья, в общем, мы сейчас выходим с нашего номера, поедем на Дубай-Марину, посмотрим, что стало с Дубай-Мариной после карантина, как теперь там, как плавать на пляже, какие ограничения есть на пляже JBR. Все, берем нашу карточку и выходим с нами. А вот здесь, кстати, есть прикольная штучка, когда приходишь, вот сюда вот можно, короче, встать вот так вот, и она вот тебе померит температуру. У меня 36,3. Hello! Чтобы доехать до пляжа JBR, мы выходим и идем до нашей станции Маршрек. Нам буквально отсюда проехать несколько станций. Так, вот станция метро Маршрек. Мы заходим. Что здесь классно? В метро есть магазинчики. И, кстати, можно оплатить вот этой вот картой. Вот здесь, получается, вход для тех, кто имеет золотую карту. Сегодня, кстати, пятница, выходной день. И, как вы заметили, да, очень много людей. Видите, да, тут по безопасности все продумано. Приезжает вагон, у него двери открываются, здесь двери открываются. То есть, если вдруг ты стоишь на перроне, тебе стало плохо, ну, у тебя есть гарантия, что ты туда не упадешь. Правильно? Сейчас будем заходить. Ну, ребят, чтобы доехать до пляжа Дубай-Марина, вам необходимо выйти на станцию ДМСС. И вы сразу, как вы, все поймете, где что как. Вот, выходите со станции. Сейчас дальше я покажу, как пройти. Вот здесь на выходе можно, кстати, посмотреть ваш остаток, какой у вас он. Так, у меня остаток 43,50. Поездка стоила 3 дирхама. В общем, вы ходите вот здесь, возле хоризонтала? Да. И вот такая вот Дубай-Марина, посмотрите. Одни высотки. Получается, вы ходите и идете прямо, и вот видите, у вас написано The Beach поворот. То есть, вон, следующий поворот сразу будет. Смотрите, ребят, как написано. Русский стилист. Вот так. Так, это все на Дубай-Марина. Никогда не думала, что будет так жарко, и сейчас время сколько? 10. 10. Я не представляю, как люди здесь летом живут. Дубай-Марина! Я так счастлива! Как я люблю этот район! По идее, если бы наш рейс бы не поменяли, мы бы здесь бы даже пожили бы. Мы сначала бронировали Краун-Плаза, потом бронировали Стелла-Демар. Но Аэростана поменял все наши планы. Поэтому мы здесь вместо шести ночей и семи дней всего лишь пять дней и четыре ночи. И то пять дней это спорно, по факту это четыре дня. Все-таки в Дубай хочется приезжать еще и еще. Он никогда не надоест. А за что это Дубай? Смотрите, едет трамвай. Такое чувство, да, что год 2030? Мы до него дошли, ребята, как круто. Смотрите. Ребят, мы сейчас идем переодеваться. Идем на этот классный пляж, просто. Здесь душ, это для мужчин. И вот там дальше для женщин. Так, и вот здесь можно переодеться женщинам. Здесь находится душ. Да? А, сюда, по-моему, заходить. Все, пойдем. Мы переоделись, идем теперь на пляжик. Какой классный пляж. Какой суперский песочек. Как жарко на улице. Ну вот, ребят, мы уже здесь, на пляжике. Посмотрите, какой классный вид. А, водичка, море. Привет, море. Круто. Вода зачетная. Вода как парное молочко, просто. Это шикарно. Анеля вот заходит. Классно? Ой, да. И солнце здесь такое классное. Колесо обозрения, к сожалению, не работает. Оно должно было открыться, как экспо 2020. Но оно так и не открылось. Будем ждать открытия. Ребят, никто не ожидал, что 2020 год почти к концу подойдет вот так. С таким вот видом. Ребят, не забывайте подписываться на мой канал. Ставить лайки. Дизлайки. Ну, желательно лайки. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. А я буду делиться вот такими прекрасными видами с вами. Ребят, ну водичка просто крутая. Вообще крутая. Заходишь и сразу плывешь. Ну, супер. Честно. Мы прям довольны. Посмотрите, сколько людей. И все без масок ходят. Никакой социальной дистанции. Вон буршаляра в Педнице. Вот здесь высотки все. Ребят, в общем, этот душ платный. Две минуты пять дирхам. Чтобы купить жетон для активации душа, необходимо пройти вот сюда. За пять дирхам купить жетон, и тогда вы сможете принять душ. Ребят, все очень круто. Мы уже себя в порядок привели душ, приняли. Решили теперь погулять по дебят. Вот, ребят, мы гуляем по прогулочному променаду. На Джи Биарс. Такие магазины Роберто Кавали вот здесь находятся. Причем детский магазин Роберто Кавали. Прикольно. Мексиканский ресторан Эль-Чико. Посмотрите, какое интересное оформление. Какая входная группа. Сувенирный магазин. Посмотрите, как оформили. Круто, ребят. Мне так нравится их вообще стрит-арт. Так классно все продумано. Это просто обычная лесенка. И вот он, смотрите, Риксос, ребята. Риксос. Джи Биар. Какой он офигенный. Здесь, кстати, все по системе, все включено. Перейти дорогу. Ва, смотрите, какие девчонки. Тут возле Риксоса прям был блэк-тейп. Вот сюда мы, ребята, направляемся. Так. Заходим в блэк-тейп. И что он здесь? Вот, смотри. Какие крутые штуки. Hello. Заходим, вот, проверяют температуру. И нужно руки обработать антисептик. Мы пришли в блэк-тейп. Сейчас будем смотреть меню, что здесь есть. И мы, получается, попробуем молочный коктейль. Молочный коктейль здесь не просто коктейль. Там идет сверху десерт плюс коктейль. Мы лучше попробуем. Это должно быть вкусно. Меню, покажи то, что тебе принесли. Офигеть. Это нужно сфотографировать. Пока оно все не растаяло. Это вот такой вот классный десерт. Теперь наша любимая рубрика. Едим, где хотим. А что, как? Как чизкейк? Вкусный. Вкусный? А как молочный коктейль? Или там еще что-то есть, Свет? Свет. Как бы это ни было. Друзья, в общем, мы вышли из блэк-тейп. Конечно, стоимость. Не знаю. Может, я так не зарабатываю. Может, я что-то не понимаю. За один молочный коктейль мы заплатили 6900 тенге. Плюс я заказала себе пепси. Итого наш счет. Там еще плюс налоги 5 дирхам. Плюс еще что-то там 7 дирхам. И, в общем, итого наш счет вышел 89 дирхам. Это мы взяли только молочный коктейль, в котором есть еще чизкейк. Вот. И взяли пепси. Нормально, да? 89 дирхам. Это почти 8900 тенге. Внизу будет сколько это в долларах, в рублях. Смотрите. Ну так, нормальненько, да? Сейчас пойдем в Марина Мол. Дальше. Скорее всего. Что будем делать дальше? Дальше в номер. А вот апартамент Марина Вью. Блин, такое здание красивое. Как понимаете, жилой комплекс. Редактор субтитров А.Семкин